1 2 как слышно душу братва всем привет рад видеть всех на новом видео и сегодня у нас 29 12 2021 это значит лишь одно в этом случае остается всего два крайних дня до грядущего 2022 нового года что это видео с того что поздравлю вас с наступающим 2022 годом и пожелаю вам того чего сам познал в этом году сам принял и сам осознал у меня есть план сценарий где накатал все что все что нужно и самое главное и начнем мы с довольно банальной простой вещи которую вам может сказать абсолютно любой чувак который стоит у магазина и просит у вас деньги слэш бездомный это довольно простая вещь и если ее принять то ты примешь все остальные пункты которые эти благо и далее и это найти себя найти себя найти свое дело возможно банально потому что до того как я нашел свое дело нашел себя нашел себя в музыке нашел себя на ю тубе я слышал это довольно везде и очень довольно много мне говорят на ю тубе на видео какие-то любые чуваки другие самое важное найти себя самое важное найти свое любимое дело найди свое любимое дело я думал постоянно блин опять вы опять с этими фразами окей они повторяют слишком много думал я пока не нашел себя в один момент я понял что посмотрев на других людей которые занимаются любимым делом любимым делом искренне не наигранное не со стороны позерства а реально что не душой говорят найди себя чувак я занимаюсь любимым делом мне это реально приносит удовольствие мне не нужны никакие миллиард долларов не просто важно чтобы у меня было свое дело я желаю вам взять того же найти свое дело потому что да ты бродишь в джунглях в джунглях у тебя нет ни малейшего шанса выжить есть лишь надежда но нет ни шанса а когда ты бродишь по джунглям и у тебя есть план ты можешь и способен вывозить вывозить стрессовых ситуациях у тебя есть все шансы чтобы выжить также и с любимым делом с любым делом которое тебе нравится и которая ты начав не захочешь останавливаться с ним также с джунглями когда ты бродишь по джунглям это то же самое что ты ходишь без любимого дела и занимаешься всякой ерундой работаешь в найме которую на работе который тебе не нравится абсолютно ты умираешь разлагаешься с каждым днем но когда у тебя есть любимое дело неважно если она не приносит тебе деньги плевать тебе нравится каждый день работать над этим по чуть-чуть помогу не принося деньги работать над этим ты кайфу уже того что находишься за рабочим столом за ноутбуком возможно за телефоном у тебя дофигища тетрадей дофигища пометок и ты просто пишешь и понимаешь блин окей ладно но не приносит мне денег но вскоре вскоре я стану великим поэтому друзья обязательно найдите себя и найдите свое дело и неважно будет она вам на первом этапе приносить деньги или нет не думайте об этим об этом забудьте забудьте об этом забудьте о деньгах и подумайте о том что через некоторое время когда все остальные люди будут работать на заводах на фабриках и вы со своим любимым делом пока не работали на заводах вы работали над своим любимым делом которое не приносило деньги вскоре вы достигнете того успеха что люди будут смотрев на вас хотеть того же самого и уходить с работы лишь бы сделать и найти свое дело поэтому друзья это первое пожелание которое хочу вам дать в этом грядущем году второе это больше учиться на ошибках и не бояться их на первом этапе возможно вам покажется это все слишком диким ошибки блин ошибка пара бросить нет нет это не так же я вам дам пример который случился в моей жизни и когда которым в этом видео я еще расскажу это произошло буквально вчера я хотел организовать 2022 отжимания на высшем уровне я нанял операторов я попросил пацанов помочь мне с этим попросил человека чтобы он отжимался со мной в коркино в челябинске и в один момент проснувшись утром мне нужно было ехать за оборудованием я опаздываю у меня случается беда просто беда друзья мой мою карту блокирует где лежат все мои деньги абсолютно до копейки общем я решают вопрос еду в челябинск и один знакомый мне говорит ты опаздываешь я ценю свое время поэтому нет дружище я не поеду я думаю черт возьми блин черт возьми у меня слетел оператор я был настолько зол что блин готов просто был расчистить ему все лицо друзья по чесноку я пишу ему что ты думаешь что для тебя в жизни все должно быть идеально что тебе должны все преподносить на блюдечке и ты должен это хавать как ничего не бывало нет так не будет проходит некоторое время я осознаю что то что я ему сказал я допустил ошибку сам в этом что я хотел чтобы для меня все было идеально чтобы все то что распланировал все было так как я захотел это опыт в первом в первую очередь это опыт который я вынес из этого что с первого раза окей не получилось это опыт я взял на 5000 оборудования и использовала всего два часа но но я не пожалел об этом не ни в коем разу потому что я понял что следующий раз я буду подходить к этому вопросу более четче и когда я буду подходить к нему у меня уже будет опыт некий даже если еще раз допущу ошибку то в третий раз допустим и допущу ошибку в каком-то разу я сделаю так как мне надо поэтому друзья не бойтесь оступиться пусть у вас где-то не получилось пускай возможно это будет опять-таки дико но скоро времени осознаете что оно того стоило оно того стоило чтобы ошибиться сейчас сделать допустить эту неудачу чтобы в следующий раз научиться и это друзья мое второе пожелание больше учиться на ошибках и получать опыт это опять-таки довольно банальная вещь я все буду говорить возможно банальная но я говорю это то что случилось моей жизни то что я принял сам и осознал сам учиться на ошибках больше учиться на ошибках всегда всегда пусть вас это драйве друзья пусть вас это драйвит пусть вас это заряжает запомните самое главное выпишите себе куда-нибудь когда когда у меня что-то не получится или не получится и я буду зол это всего лишь ошибка это всего лишь ошибка которая принесет мне опыт от которой я научусь я вас гаян гарантирую сто процентов в каком-то на какой-то попытки вы сделаете так как вам нужно и потом после этой попытки все будет идти так возможно не все но тот уровень которую вы от которого вы придете к ошибкам он будет следовать дальше поэтому для учитесь и получайте опыт третье мое пожелание это ставьте большие цели ставьте большие цели добивайтесь добивайтесь их чего бы они вам не стоили опять-таки расскажу маленький пример я хотел выставить на продажу телефон на авито я его выставил чтобы подкопить и купить еще получше вчера мне пишет парень и говорит гол за 500 рублей гол за 500 рублей я у тебя его куплю и я ему немного вспылил но я осознал опять-таки свою горечь я немного вспылил и он не пишет это моя мечта это моя мечта ты мне разрушаешь ее я ему пишу малый слушай одну вещь что какая бы ни была мечта ты должен работать над этим работать над своим работать чтобы достичь этой мечты если если я мечтал допустим о камере я работал для нее я старался максимально я старался из-за всех сил потому что я хотел эту камеру потому что я знал что я не смогу без нее и я пришел к ней это было не совсем мечта это была цель но все же я ему написал что ты никак не добьешься такой огромный потом мечты если ты будешь выпрашивать жалкими путями на свою мечту и к чему это к чему и к чему это пожелание с этим примером ставьте большие цели не ставьте цели купить телефон себе ставьте цель купить телефон если вы хотите стать преуспеть в той сфере где нужна съемка поставьте себе большую цель купить телефон последней модели купить телефон последней модели чтобы меня на того не стоило но не ставьте цель купить телефон на 5 моделей хуже этого которая будет вам казаться а блин окей вот это значит этот дед дешево значит меньше времени заработать значит я могу купить это в скором времени нет ставьте себе цель купить последнюю модель которая стоит пусть она стоит 60 70 80 тысяч вы будете думать блин так итак как я могу это сделать как я могу заработать денег на этот телефон что мне нужно для этого сделать вы должны думать думать и ставить большие цели если вы ставите маленькую цель у вас огромная огромная атмосфера вопросов блин значит значит мне нужно для этого меньше поработать значит она стоит чуть меньше я смогу забрать этот телефон но у него немного хуже камера но ладно ничего страшного этот круг фиговых вопросов он будет закрывать потом дальнейшего же цели но если вы зададите планку чтобы купить себе iphone 13 pro max у вас будет сразу же поле зрения сужаться и думать меньше но четкие вопросы и действия к этой цели 13 pro max я буду работать каждый день без выходных чтобы достичь этой цели я возьму рассрочку на этот телефон чтобы чтобы меня заряжало что мне нужно каждый месяц платить деньги в скором скором времени я заплачу полную сумму за этот телефон вот так вот так надо даже оставить цели и достигайте их чтобы они вам не стоили если у вас появилась цель допустим заработать 100 тысяч рублей но потом у вас этот пыл снижается и вы думаете блин на нафиг она мне нужна не друзья это ошибка вы научитесь на ней вернемся к пункту 2 вы научитесь на этой ошибке если вы не умеете ставить цель если вы поставили 100 тысяч заработать потом думаете блин нафиг она нужна нажимайте нажимайте эту цель и реализуйте после этой цели вы вы уже будете знать что блин такие цели которые моментально загораются и моментально гаснут они мне не нужны я попробую поставить еще одну цель которая будет мне заряжать и посмотрим что будет дальше итак и постоянно 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 будете учиться это третья цель ставить и это третье пожелание оставить большие цели достигать чего бы они вам не стоили 4 развивайтесь 24 на 7 недавно я купил книгу магия утра как первый час не определяет успех потому что у меня были некие проблемы с подъемами утром я купил эту книгу и начал ее читать читаю 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 и скором мне приходит из этой книги то что я хочу делать я оформил приложение на медитации и начал медитировать это то что мне нравится я понимаю что на протяжении месяца я буду этим заниматься и на протяжении следующих последующих месяцев я тоже буду этим заниматься потому что я выработаю привычку мне это будет нравится и приносить удовольствие и плюс полезная привычка поэтому 24 на 7 развивать 24 на 7 если вы если вам 25 развивайтесь и читайте читайте как можно больше книг и применяйте их ваша формула ваша формула два четыре на 7 развиваться читать применять читать применять читать применять вы 4 какую-то вещь записали в заметки записали ее на листок и в течение дня попробовали реализовать получилось на следующий день выписали также реализовали выписали реализовали прочитали выписали реализовали ну и 5 друзья 5 пожелание вам это возможно покажется как-то слишком жестко и опять-таки банально но об этом я думаю периодически что приводит меня порой в чувство и это задуматься о том что мы живем не бесконечно у нас есть ограниченное время мы мы друзья не кощей бессмертный к сожалению у нас время ограничено мы должны помнить что время наше ограниченное мы должны ценить его каждую минуту каждую секунду я буду читать прям по сценарию чтобы не пропускать важные моменты задуматься о том что мы живем и бесконечно время ограничено и нужно ценить его не тратить в пустую и посвящать его в то чтобы кардинально менять этот мир кардинально в корне но при этом жить каждый день как последний я не помню кто говорил я не помню кто говорил что мы должны жить каждый день и чувствовать что он последний чтобы выкладываться как можно в максимум в этот день если вы работаете на работе вы должны выкачивать из нее все абсолютно не за деньги работать не за деньги для главное выкачивать из этой работы приходить домой заниматься тем чтобы найти свое дело допустим снить каждую минуту при этом и после чего позаниматься над собой над своим физическим состоянием над своим здоровьем почитать книгу и делать то что считать нужным на дню проживать день как последний реализовывая все все до единого до единой задачи до единой цели которые были поставлены на ближайший месяц реализовывая все не откладывая и быть счастливым 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 каждый день объясню мы должны жить как последний и реализовывать все наши планы и цели на день и быть счастливыми почему сейчас будет самое важное самые важные слова потому что чтобы 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 когда мы уйдем а нас говорили как о человеке который внес часть себя в пользу мира и был счастлив был счастлив и благодарен каждой секунде этой жизни это самые важные слова я даже не буду объяснять и как-то углубляться это все друзья еще раз хочу пожелать вам чтобы вы в этом году задумались что мы живем не бесконечно ибо время ограничено и нужно его ценить на максимум не тратить впустую посвящать его в то чтобы менять в корне этот мир но при этом при этом жить каждый день как последний реализовывая все до последней задачи и быть счастливым каждый день чтобы когда мы уйдем а нас говорили как о человеке который внес часть себя в этот в пользу мира в пользу мира и был счастлив и благодарен каждой секунде это друзья все и еще одно пожелание которое тоже немаловажно это быть безумцем который будет считать себя не менее обезбашенным илона маском таким же созидательным стивом джобсом и легендой себя самого здесь даже тоже не буду объяснять потому что слова говорят сами за себя можете перемотать и прослушать их еще раз возможно кто-то вынесет из этого что свое а кто-то пропустит мимо ушей поэтому это были мои пожелания вам которые я сам понял осознал принял в этом году я хочу чтобы в лучшем случае вы переняли часть этого в себе в себя затянулось наше приветствие поздравление с наступающим новым годом пожеланиями но теперь теперь пора переходить к самому главному это к итогам 2021 года надеюсь это видео не затянется на час или два в лучшем случае на полчаса и так для возможно чего-то не будет что было тысяч двадцать первом году но выписал самое важное чего я достиг и чего принял в поэтому поехали итак будем немного краткими потому что не хотелось бы лить воду вот так погнали во первых придумал в этом году много новых проектов и пришло в голову капец как много новых идей по поводу видео по видео на youtube в instagram и так далее если можно отнести то пришли идеи что нужно запускать рекламы небы необычной рекламы но пришли пришли идеи короче во вторых не менее ярко события это я купил эту камеру канон 600d на которую сейчас снимаю чему безудержно рад каждый день друзья каждому виду и каждой детали на ней дальше в этом году я встретил свои 18 лет теперь я полностью совершеннолетен дальше события события которое знает наверное уже все кто меня смотрит я сходил в поход в полторы тысячи километров через многие города увидел много городов отнесем это к этому пункту увидел много городов и побывал в минске увиделся с братом дальше такое же не менее опять таки ярко события пробежал 200 километров от челябинска до екатеринбурга где опять таки впервые увидел екатеринбург написал трек в этом году написал трек про поход как бы отнести в общем в этом году я повзрослел не то что мне стало 18 лет в частности я в своем внутреннем мире я повзрослел я переосмыслил многие вещи на жизнь многие планы которые в корне изменились когда мне было 15 16 17 лет поэтому я кардинально повзрослел я это почувствовал на себе все изменения и то что случилось со мной недавно вчера буквально я впервые своей жизни возможно нифигово рискнул потому что я хотел хотел попробовать что-то и пойти в банк и я рискнул со съемкой где набрал оборудование на 5000 и в итоге научился на этой ошибке научился на этом опыте это самые главные аспекты которые я достиг в в этом году пройдемся по каждому из них кратко придумал много проектов пришло куча идей придумал много проектов которые буду реализовывать 2022 году пришло куча идей куча идей которые также будут реализованы в 2022 году в частности с съемкой видео съемкой формат ну не форматов а именно про что буду снимать видео на youtube дальше купил камеру канон в этом году приобрел камеру на которую я снимаю которую ставил в цели в частности реализовал цель встретил 18 лет встретил 18 лет тут можно не объяснять сходил в поход то что встретил 18 лет я хотел бы без это объяснить это одной вещью что для меня открылось много новых уровней в этой игре под названием жизнь и которые будут проходиться с каждым годом все легендарные дальше сходил в поход полторы тысячи километров с саней как бы это объяснить вкратце увидел много городов познакомился с офигительными людьми на этом пути много придумал много проектов за это время понял что такое дружба в действительности как она познается увидел много городов увиделся с братом которого не видел на протяжении пяти лет наверное увидел другую страну побывал другой стране в беларуси от которой я чувствую тепло и чувствую свой дом и скоро времени я собираюсь уже переехать переехать туда в минск пробежал 200 километров до екатеринбурга три дня три офигенных дня с собой где также много придумал новых проектов много осознал период смысл в этой жизни и познал для себя много нового познакомился с людьми с простыми душевными людьми которые немного поглядли в рутине но все-таки они сты они остаются людьми с которыми можно поговорить которым которые будут верить тебя несмотря ни на что написал трек написал трека по ходе и отнесем сюда то что я нашел свое дело в музыке повзрослел друзья повзрослел 18 лет и в частности просто этот год дал в много опыта много каких-то неудач много стресса которого который мне пришлось перенести чтобы стать лучшей версии себя в этом году рискнулся съемкой у меня был вызов 2022 отжимания с 24 часа я арендовал оборудование на 5000 рублей и весь я очень день у меня просто провалился в итоге оборудование пригодилось только на час челябинске и все поэтому я просто рискнул рискнул там где рискнул в то что я люблю делать в итоге просто вынес уроки и научился на этом поэтому это то что достиг в этом году есть моменты которые я пропустил возможно есть моменты в этом году чего я не достиг о чем я говорить просто не буду потому что в этом году я сфокусировался только на лучшем худший оставил позади научился на худшем и оставил его позади поэтому это были все все чего я достиг и принял для себя в этом году дальше друзья 2022 год это новый этап новый этап который я не знаю что будет в этом году но я знаю что он кардинально изменит мою жизнь моя жизнь кардинально изменит мой внутренний мир и просто мир который меня окружает я внесу в него часть себя поэтому еще раз поздравлю вас наступающим новым годом и пожелаю по уже пожелал то что было действительно важно для меня в этом году я передал это эту часть себя в теории вам и хотел бы друзья пожелать на прощание еще одну важную вещь от себя не живите беззаботной жизнью живите и от части чтобы перезагрузиться перед смысле свою жизнь и начать работу снова потому что когда вы будете жить без цели без какой-то мечты или или планов на свою жизнь вы будете скитаться в поисках в поисках своей выгоды живите жизнью своей мечты будьте счастливы будьте благодарны каждой секунде каждому человеку каждому моменту проведенными со своими близкими и создавайте свою жизнь создавайте этот мир приносите в него пользу живите для для всех и для себя но не только для себя и ради своей выгоды и тогда друзья о вас будут помнить как о легенде человека который был счастлив по-настоящему каждый день и который реализовывал все на своем пути и был реальной легендой чтобы вы не пожалели в старости о том что вы прошли за эту за этот долгий и уверенный путь ну и следующем году каждому из вас каждому из вас главное самое найти себя найти себя в этой жизни и начинать разваливать по всем направлениям по всем областям той жизни который вы хотите сделать жизни уровней уровня 10 но увидимся друзья уже следующем году как бы буквально и как бы банально ты не начала до встречи на следующем видео и с наступающим друзья поздравляю и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok